не ну понятия не на гуси я не наезжал они что-то мне нравится особенно в яблоках согласен приводи всех чем больше гусей тем больше яблок надо итак ребят сделаем как видите на видео уже шикарный ножик из обыкновенной консервной баночки какие-то обыкновенной мы будем делать просто шикарный ножик который можно использовать любом хозяйстве или используют как канцелярский что мы делаем срезаем крышечку и теперь нам нужно консервную баночку аккуратненько открыли как видите я использовал ключик и теперь нужно спылять нижнюю часть или пользуемся лобзиком обыкновенным если кого нет или вот таким ключом шикарная вещь но к сожалению не у каждого есть ничего страшно лобзик данном случае тоже самую функцию исполняет так хорошо слегка если она получилась помнятой как у меня начать нужно с внутренней стороны провести много-много-много раз паскогубцем или любым твердым металлическим предметом для того чтобы она сгладила и выровняла всю поверхность ничего несколько секунд и все нормально теперь мы разрезаем по любви линии шва и так разрезаем теперь второй шаг следующий такой же просники нам нужно выровнять руками мы не выровняем потому что шоу с верхней кто там где загибается крышечка держит превосходно и ровно выравниваем с помощью паскогубца идем шаг за шагом шаг за шагом и выравниваем чтобы получилось относительно ровненько и прямо смотрим чтобы она ровно посмотрите хорошо ну ровненько выровняется кончик тоже выравнивается так смотрим руками подправили и все шикарно посмотрите какая прелесть получается итак теперь у нас следующий шаг берем у меня поломан зонтик был вот именно осталась одна из спиц если нет ничего страшно это шаг далеко не обязательно тем не менее он упрочняет всю конструкцию нашего ножа и так мы разбираем вот эту всю лишнюю гадость который там осталось зонтик поломался ну все же запчасти пойдут на благое дело все заклепочки в чертовой матери все лишнее тоже туда же самом выбрасывать у нас получается вот такое ровное заготовочка металлическая согнутая мы накладываем поверх шва нашей данного листа металлической заготовочки без разницы как назвать она все шикарно называется если нету ребят этот шаг можно спокойно обойтись сама вот это шок нормально держится и ничего страшного но если все-таки есть все-таки лучше естественно сделать плотно теперь мы если у кого есть сжимаем вот эти вот края хорошо хорошо придавить ничего придумывать здесь надо ни клея ничего просто сжимаем идем шаг за шагом медленно и зажимаем вот эти вот края легко просто и главное бесподобно классно получает и так наша заготовка уже полностью готова мы ее выровняли и на помощью готова следующий шаг нам нужно уже придумать саму ручку в качестве ручки для ножа я буду использовать обыкновенную ручечку вытаскиваем пасту смотрим шикарненько красиво смотрится будем использовать здесь сейчас будем рисовать наш ножик где у нас будет находиться рукоять нашего ножа здесь лису рисуем наши лезвия так как хочу сделать все-таки что нам было похоже ну как бы на перо гуся красиво остальное такое красиво думаю что она именно так перо должно выглядеть как бы старинное красивое перо теперь мы берем ножнички и аккуратненько вырезаем то что мы с вами нарисовали идем красиво и медленно чтобы где-то получилось мигать вот такая форма является просто гениально в данный случай подходящий много наклонов по наклонной поверхности мало ровных линий резать будет превосходно так как здесь у нас слишком много стали получилось плюс сам шоу плюс еще зонтика пришлось использовать ножницы по металлу другое это не впиляет более того получается у нас остренький красивенький нож носик для нашего ножика так самое важное здесь нужно врезать слегка немного больше листа металла для того чтобы она туда заходила туго раздавливаем плоскогубцами и так не залазить еще чуть-чуть применять и запихаем туда чтобы она заходила плотненько она держится неплохо но мне этого мало мы будем ее укреплять с помощью горячего клея если у кого нету горячего клея вы можете сделать пистолет сами на канале уже видео есть если нету не хотите ерундой заниматься можно использовать любой силе силиконный например клей клей или резиновый даже пв или супер клей все сюда подойдет так если у вас остались остатки фломастер который вы рисовали с помощью любого спирта или алкоголя но легко или ацетона даже легко удаляется все наш ножик уже практически готов ну ножик не является ножиком если и он не почистить посмотрите здесь были каплики клея лишнего они нам не нужны мы убираем и у нас практически заводской красивый ножик просто идеальный он как ручка он продолжение ручки идеальное стальное перо выглядит просто шикарно она еще ножиком не является нужно кое-что и берем точильный камень и чё делаем правильно уже догадались более того вы уже увидели мы его затачиваем как самый обыкновенный нож идем медленно чтобы заточить все полностью поверхности так как поверхность сильно изогнута это нелегко к сожалению двигаемся затачиваем поддерживаем посмотрите какая прелесть получается я просто в восторге посмотри а это нечто невероятное все лезвие заточилось просто просто видно про наклон и и насколько на острый это просто нож стальной красивый ножик уже аккуратненько он уже может порезать посмотрите он просто танцует в руке это нечто невероятное тонкое изяшное перо пробуем на бумажке бумажечку распилит легко двойную бумажку посмотри как она пиляет красивенькую ножи бумажки ваще не чувствуешь сопротивление рвет же да смотри четвероскладинная бумажка она ее разрывает разрезает пополам листочек тоже какой-то ерунды она ее тоже распилюкивает даже не чувство никакого сопротивления почему потому что тонкий стальной клинок который мы сделали проводим сверху до эксперимент самый тяжелый берем деревяшечку и пробую стругать думаете тупым ножиком вам это удастся да ничего подобного это сам настольящий ножик от мужа которую я отругал деревяшка теперь нужно все-таки слегка заграни чтобы не было за уж не так загладил коротенько пашин ну можем не мы заточить карандашик а ну давайте поспорим с вами да или нет естественно вы уже видите она нормальненько срезает по чуть-чуть и наш карандаш уже полностью практически заточен как приспособить никакой как лезвие нарисовать я думаю с этим проблем у вас вообще не будет я захотел такую изящные перо гуся сделать в традициях старинного как это значит как раньше ручек не были рисовали гусиными перьями у меня здесь такое стальное гусиное перо получилось карандашик подточен рисует посмотрите он втыкается в дерево шикарно превосходно можно играть можно ставить можно втыкнуть да куда угодно это хороший настоящий практически нож острота данного ножика ну просто тупо поражает так посмотрите я срезаю деревяшку до срезал провожу по лезвием по моей деревяшки посмотри как она просто дерево режет как масло право втыкается у него замечательная вещь она она у ну мне уже нравится пробуем спинопласт мы думаешь спинопластом вообще проблем не будет побросаем пенопласт ну почему бы нет да она красиво летит да она естественно красиво втыкается можно попрестить и киваться красивых бросках втыкается как видите она с превосходным удовольствием легко точно в цель естественно нужно на руку все-таки набить пробуем как она режет пенопласт это легко как видите недостаточно было легко провести она вонзилась полностью на всю ширину лезвия это нечто невероятно это нечто неповторимое это то что нельзя купить ни одном магазине более можно на заклепочки на ручки носить с собой потому что можно носить пенали можно можно где-то на столе собрать можно можно ли оставлять подстаканчики для ручечек тоже можно она на любом столе смотрится шикарно потому что это просто произведение искусства который сделаете вы пускай завидуют все вы можете это сделать пока что конечно кто-то другой не успел раньше вас ладно ребят веселых поделок всем